Всем привет, дорогие друзья! Сегодня не хотелось снимать видео, думаю, отдохну. Но хочу поделиться с вами. Ну, с утра, понятно, завтрак. Кстати, на завтрак была очень вкусная пшеная каша на молоке. Я обожаю такую вещь. В общем, я сегодня с утра встала. Я не знаю, что вчера на меня подействовало. В принципе, вот из нового вчера была грязь. До этого нога, как будто бы, знаете, ее сковали в какой-то такой железный механизм. Ну, вот коленную чашку. И она ни туда, ни сюда. То есть не гнется, не разгибается. И вот все время в тисках. С утра я сегодня проснулась с ощущением того, что у меня этих тисков нет. То есть как бы она лучше стала гнуться. Ну, прям не совсем, что согнулась. Но тисков вот этих нет. То есть понятно, что там хрома и все такое. Но, то есть какая-то вчерашняя процедура. Либо это грязь, либо это бассейн я вчера долго плавала. Что-то какое-то действие возымелено организмом, что стало чуть-чуть легче. А может быть все в совокупности. Ну и, в общем-то, дальше у меня была сегодня иглотерапия, рефлексотерапия. В общем, иголочки вставляют. Утро у меня начинается вот так, ребята. Врач 10 лет жил в Китае. Знает вот эти вот все точки. А я еще сегодня думала. Это сегодня у меня была консультация. И делать ее дальше там или не делать. Он пощупал пульс и говорит, у вас кислотность понижена. Ой, в смысле повышена. И еще из-за этого, ну, то есть как бы можно помочь иголками. Но еще из-за этого как бы очень плохой обмен веществ. И тормозится тоже и восстановление в том числе. Я говорю, а как вы это узнали? Ну, может быть, как бы если человек полный. В принципе, наверное, это понятно. Но как бы не у всех полных повышенная кислотность. Он говорит, по пульсу понятно. И там у него прям вот этот вот манекен. И прям все точки расписаны, как, чего и что. Ну, и сказал, что при помощи вот этой вот иглотерапии можно снять и воспалительные процессы, и кислотность тоже точно так же понизить. И так далее. Ну, то есть это настолько интересно. Просто нужно ходить и делать. И вот эти процедуры, они все с утра, прям до обеда продолжаются. То есть сейчас вот это вот рефлексотерапия. Только что сделала магнит. Магнитотерапия. Здесь везде, кстати, эти таймеры, брелочки такие, что пищит, и про тебя не забудут. Не везде, кстати, это есть. Не знаю, что это за аппарат, но действенный. И сейчас следующий этап, это роликовый массаж для стоп и бассейн. Бассейн сегодня у меня с... Мне говорят, ага, морскую воду привезли. Нет, это специальные составы здесь есть, которые используют для того, чтобы была вода схожая по минерализации с Мертвым морем. Ясное дело, что никто ниоткуда воду не везет, но сейчас есть такие составы, из которых можно сделать приближенно. Хотя вот до этого я хотела ехать в Мацесту, и там написано, что вот оттуда вода теряет свои целебные свойства. То есть если ты ее набираешь, там через какое-то время она уже не является целебной. В Мацесту я бы хотела попасть. Надеюсь, что еще попаду. Все, иду на роликовый массаж. В общем, тот момент, когда процедура бесконечная. Есть такая процедура, называется Акварелакс. Вот я сейчас лежу, это такая пушетка, а подо мной матрас с водой. И там внутри бурляк потоки воды. Это типа как вот в джакузи вы находитесь. Ух ты, ничего, что тебе под пояснится сейчас. Мощнейшие потоки, которые вибрируют под вами. Слушайте, это такой кайф. В общем, стоит эта процедура. Вот видите, вот такой вот матрасик. И там внизу сильнейшие струи воды в тебя бьет. В общем, называется эта процедура Акварелакс. Стоит она 700 рублей. Я читала про нее отзывы. Кто-то писал, что типа боялись провалиться в воду целый сеанс. И я думаю, странно, что это такое интересно. На самом деле ничего здесь страшного, разумеется же, нет. Просто как такой вот ух ты, на ноги пошел. Это прям действительно такой релакс, кайф, релакс. В общем, здесь, если вы хотите, вы можете в процедуру. Ну, понятно, что это уже дополнительно за деньги. Меня спрашивали, Лена, а как оплата? Оплата, вот то, что мне назначили процедуры, они уже входят в стоимость путевки. Все спрашивают про стоимость. Стоимость зависит от номера. От того, ой, как хорошо сейчас прям ноги массируется. Щадящий причем. Стоимость от номера. Самый простой номер, по-моему, здесь сейчас от 5 тысяч. Это вот обычный стандарт. И дальше уже зависит от того, с лечением, с частичным лечением, без лечения, то есть оздоровительным. Если оздоровительным, будет только бассейн у вас и обычный бассейн. И сами вы можете докупать уже любые процедуры здесь, какие хотите. А вот если... Слушайте, это такие ощущения классные. У меня с лечением. Но с лечением от 7 дней. То есть, чтобы взять путевку с лечением, она должна идти у вас от 7 дней. Я взяла пока что, предварительно на 8. Посмотреть, как что пойдет. Но уже говорю вам, уже есть у меня какие-то сдвиги. И я посмотрю сейчас дальше, что и как. Уже была сегодня в бассейне, в этом мертвом море. Но не стала показывать вам, уже показывала. Сейчас была на массаже. Массаж 20 минут у меня поясничный. Сейчас вот уже просто я думаю, раз уже я здесь, в этой половине, уже сделать. Ну, потому что здесь идти далеко. Я вам всю дорогу не показываю. Сейчас, наверное, покажу, когда назад буду возвращаться. Далеко для меня с ногой. То есть, если ноги здоровые, то за 5 минут вы быстренько добежите. С ногой я ковыляю чуть дольше. Но процедуры вообще какие-то, все ванны какие-то, возможно, все есть. К сожалению, просто я со своей ногой не могу забраться в ванну. Это очень плохо. И мне очень нравятся отношения. Отношения работников вот этого отеля. Все такие вежливые, все объясняют, рассказывают, помогают. Молодцы. В общем, это лучшая процедура, которую я вообще когда-либо проходила. Там такой мощнейший. Вот так вот смотрится, да? Ну, платформа такая вроде. Синяя-синяя, да, кушетка. Но там такой мощнейший. Вот если кто-то когда-то делал душ сарко, по-моему. Не, не сарко. Когда тебя обдают мощной такой струей воды, вот здесь то же самое, только из-под ванны. И тебя при этом не обливают. Буду ходить сюда. Я бы здесь вообще, знаете, целый день так вот лег. И лежи, никуда не уходи. Девочки, если кто-то вдруг будет иметь такую возможность, спуститься отсюда. Вот эта процедура Аква Релакс. Боже, самое лучшее в жизни, что только у меня было. Из вот таких вот процедур кайф. Чтоб было понятно, вот это переход между корпусами. То есть вот мы с вами ходим. Ну, то есть куда я сейчас хожу на лечение. Это вот этот вот корпус. Здесь расположены все вот эти вот кабинеты лечебные. Там же расположен бассейн. И туда прямо медицина, это шестой корпус. Вот где я изначально должна была поселиться. Это шестой корпус. Я приехала, посмотрела на эти расстояния. То есть отсюда нужно постоянно ходить в ресторан. Если вы живете в шестом корпусе. Если вы ходите своими ногами, в этот коридор за две минуты пробежите. Ну, а я долго его иду. Вот. То есть как бы здесь есть восьмой корпус, седьмой корпус и шестой корпус. Я сейчас живу в восьмом корпусе. Он ближе к ресторану и ближе к развлекательным разным мероприятиям и к бассейну. К обычному оздоровительному бассейну. Что хоть у нас на улице-то сегодня? Опять все тает, я смотрю. На улице опять все тает. О, вчера вот эти вот аппараты построили. Сегодня уже мальчик играет. Надо спросить хоть, где жетоны здесь берут. На ресепшене, наверное, где-то с ней даже на улице. Солнце у нас проглянуло. Вот, видите? Вот это уже вход центральный на ресепшен. И вот это ресторан. То есть чтобы пройти в восьмой корпус, мне нужно пройти либо по ресторану, это будет напрямую переход, либо спуститься здесь по лестнице и пройти внизу уже через ресепшен. Вот как-то так. То есть у всех же разная физическая активность. Чтобы понимали, потому что вот здесь бабушки тоже, видите, многие там с костылями ходят. Кто-то на коляске ездит, передвигается. И поэтому вот все эти моменты, конечно, нужно учитывать. Когда покупаете, если путевку, там везде написано, какой корпус там. Седьмой, восьмой, шестой. Для меня это был темный лес, я не понимала, что значит шестой, что значит восьмой. Куда селиться? Вот взяла шестой, думаю, близко к лечебным процедурам. Ну, на лечебное я с утра ушла. Все, сейчас иду. Но мне сегодня просто так совпало, что массаж ушла. А так больше бы я не возвращалась. А в ресторан вы три раза ходите. В бассейн вы тоже, ну, то есть как бы чаще ходите, там боулинг, то-се. Поэтому, слава богу, что этот проход через ресторан, когда ресторан не работает, он открыт. И вы можете здесь спокойно пройти. То есть не надо спускаться по лестнице. А тут уже есть лифт, и я уже попаду к своему номеру. Кстати, здесь я проходила, здесь так они тщательно все это очищают. Даже вот эти вот кусты все искусственные моют до обеда. Все так приятно. Пришла в номер, и мне заправили мою кушетку, на которой я лежу. Ну, у всех, знаете, как свои недостатки и свои особенности. У меня такая особенность, что мне на этой как-то попроще, она помягче, поменьше. Ну, что-то мамы спрашиваете. Мама вроде как хочет, и можно тут доплатить какую-то сумму. И маму поселят, но она не хочет. Вот сейчас суббота, что, может быть, приезжают просто люди. Где, ну, то есть, как бы больше людей, мама боится, не дай бог, заразиться там. То есть, чтобы поменьше людей было. А может быть, в воскресенье, но она еще под вопросом думает. Может быть, она ко мне заедет. А я себе купила... Там же, я же как этот... Я даже не знаю, как с кем, с хомяком. Мне надо что-то сжевать. Купила себе на вечер сушеную хурму. В общем, очень-очень много полезных всяких штук. И вообще, хурму я полюбила в последнее время. И, ну, как бы такой полезный перекус. Скажем так, водичку мне пополнили. Прям вообще красота. Мне здесь с каждым днем все нравится больше и больше. Прям вообще приятно. Взяли постель, застелили. Красота. Сейчас у меня в 2 часа опять массаж уже общий. Ток был 20 минут, а сейчас часовой массаж уже за дополнительные деньги. Что-то я не подумала, что с 2 до 4 здесь обед. И, ну, ладно, бог с ним. Немножко у меня накладка получается. Сейчас час массаж до 3, до 4 надо успеть поесть. А потом сразу же на грязи. То есть, я пришла вот сейчас, собственно говоря, только успела поговорить со своими домашними. И все. И опять у меня дальше следующие процедуры. В общем, если кто-то думает, что здесь скучно, здесь некогда особенно расслабляться. Только уже вечером, когда все процедуры заканчиваются. И я прям кайфую уже, знаете, с каким-нибудь интересным фильмом. Потому что целый день, ну, это тоже такого своего рода работа ходить на все эти процедуры. Пошла. Обед сегодня, массаж, после массажа пришла я очень поздно. Полчаса до окончания харчо есть. Куриный бульон. Зато люди практически все уже рассеялись. Выпечка вчера практически такая же, как и вчера. Эти ролики вкусные появились. Так, сейчас, что у нас в качестве основных блюд? Салатик византийский называется. Ну, всегда есть зелень, всегда есть морковь, оливье. Здесь котлеты куриные. Овощи на пару. Мясо по-французски. Макароны. Лазанья. Свинина и говядина. Причем. Так. Да, так на обед приходить народу уже никого. Что есть еще? Гречка. Горица. Кита. Очень вкусная, мне кажется. Выглядит во всяком случае аппетитно. Картошка, говядина. Здесь что-то такое. Вот лапшу готовят. Лок. В общем, все очень-очень прилично и достойно. Причем, еще раз говорю, полчаса до закрытия все есть. А я иду компотикам. Так, мой выбор. Суп-харчо из-за того, что бульон, надеюсь, что насыщенный, гречка, салат и вот это вот кита. Не удержалось молочный этот коржик и два компота. Как-то так. В общем, отдельно хочу рассказать про массаж. Сегодня ходила на массаж общий. Делает его Галина. Я причем спрашивала там у девочек, кто постарше из массажистов. Вот сказали, что Галина. В общем, если тут кто-то вдруг будет, это вообще очень хороший профессионал именно своего дела. Потому что, знаете, массажистов много, но не все не всегда знают, что они делают, где что расположено и как. Просто творит чудеса. Час. В общем, такого вот. Но я не могу сказать, что ты прям лежишь кайфуешь. То есть где-то в каких-то местах, где у тебя есть проблемы, ну, напряженные какие-то такие моменты. Но это приятно потом. Она, когда массаж закончила делать, сказала, вы придите сейчас, вот, ну, поедите и придите в номер, отдохните, полежите. Я думаю, ага, ага. А, сама думаю, сейчас пойду еще в бассейн. Ну, вот поела, дошла до номера, просто вот упала. Просто упала на этот диван, на свой, на котором. И вот, знаете, просто отключилась. Вот просто отключилась. То есть, думаю, ну, сейчас пойду в бассейн, ладно, полежу пять минут. И вот все, провалилась сон. Потому что, ну, видимо, позже наступает вот такой вот эффект. И вот такая вот, знаете как это, разморенность. Вот все тело такое. Ну, то есть, каждую мышцу ты ощущаешь. Которую, ну, то есть, очень качественно вот это все проработало. И поэтому, в общем, прогуляла сегодня в бассейн. Сама себя виню. И сейчас даже не знаю, что вот. Пол седьмого. Сейчас в семь часов ужин. Вот я, кстати, не уточняла, до скольки у них бассейн. До девяти он. Я помню, я что-то в восемь приходила. Он, по-моему, еще работал. Можно сейчас еще пойти на ужин. А после ужина поплавать. Хотя с набитым желудком не особенно-то. Давайте пока вот только зашли все. Еще не успели. Нигде очереди скопиться. В общем, салат сытный с фасолью. Оливье. Печеница для свинины, картошка, куриное филе. Здесь сегодня разделывают... А что это такое? А, это индейка. Индейка запеченная. Печень, макароны, рыба. Кибеточки куриные. А, и здесь по выходным вино. Вливают вино. Подождите, а сегодня выходной? А, да, сегодня выходной. Помидорчики. Горошек, в общем. Еды хватает. Выпечка. Не, вообще про нее надо забыть. Желе молочное. Кстати, я в прошлый раз не поняла, что это такое было. Пекс с изюмом. Все, как-то так. И компоты. Здесь вообще обалденные компоты. Вот эти вот с клубникой, с вишней. Просто из сухофруктов. Просто реально отрывают здесь по компоту. Думала, откуда раздается эта чудесная музыка. Думала, это играет. Ну, что-то включили. А нет, здесь, видите, живая музыка. Именно я так поняла, что по субботам и воскресеньям машина очень красиво играет. Здесь, вот видите, вот этот зал, он свободен. Приятненько так послушать. Так, вот такую замечательную музыку. Ой, блин, села. Села, приборы там, приборы, салфетки. Сейчас опять буду вставать. Значит, я себе сегодня выбрала салат оливье. Он у меня любимый. Я думаю, часто его готовлю не потому, что не знаю, что другое приготовить. Потому что я его люблю. Свеклу, печень и вот эти вот коржики на обеде я ела. Боже, такие они вкусные. Ну, я просто люблю вот эти вот молочные коржики, там какое-нибудь берлинское печенье. Это мое. Я не очень люблю с кремом, а вот эти всякие сухие. Так, собраться с силами, пойти за вилками. Конечно, немножко неудобно, что нет на столах приборов, с одной стороны. А с другой стороны, они были бы раскиданы везде. Компоты, это вообще просто какое-то божественное вот чувство. Один из сухофруктов, а другой вишневый. Они такие вот в меру сладкие. Не знаю, я думаю, мне кажется, теперь подсяду на компоты и буду их варить. Ладно, пошла за вилками. Надо было поближе к музыке сесть, но туда ходить попадали подольше. Люди многие наливают вино, но мы здесь находимся на оздоровлении, поэтому у нас лучшее вино это компот или чистая вода, как говорит у меня папа. Попробую свеклу. Свекла здесь без каких-либо приправ с черносливом. Сочетание такого вареная и тушеная свеклы. Интересное сочетание. Знаете, на Новый год иногда такое бывает, когда готовишь мясо, салат из свеклы, он иногда очень хорошо идет. Очень вкусное, мягкое. Не знаю, кому здесь чего не хватает, но мне нравится. Я сейчас сижу, наблюдаю за людьми. Кто что берет, кто как, чего берет. И здесь немножко другая категория людей. Когда, допустим, приезжаешь в отель, там понятно, что многие хотят оторваться, а здесь многие приезжают именно на отдых. Поэтому здесь спокойно, размеренно, нет пьяных этих гоп-компаний, все очень культурно. И нет толпучки какой-то очереди, либо еще чего-то. То есть, как бы все вежливы, там, не дай бог, кто кого задел, простите, извините. То есть, вот в этом плане здесь очень-очень большой плюс, что сюда люди приезжают не выпивать, кутить, скажем так, а именно оздоравливаться. Это большая разница. В общем, называется «Изучайте матчасть». Посмотрела до десяти объявлений везде висят. Бассейн. Но поняла, что сил у меня уже нет идти. Ну, на самом деле, к вечеру уже немножко устаешь. И мне сейчас столько фильмов насоветовали, что я сейчас буду смотреть дальше. Потому что, вот знаете, именно хорошие фильмы, они тебя на какие-то эмоции, на какие-то переживания потом выводят. У тебя полностью меняется вот вся программа, да? То у тебя одно в голове крутится, а вот что-то такое интересное посмотришь. Есть о чем поразмыслить. Вот этот вот фильм я смотрела. Смотрела «Форест Гамп». «Беги, Форест, беги». В общем, смысл в том, что он дурачок, ну, если кто-то вдруг не видел, да? Ну, вроде как. Но при этом у него потрясающие способности в чем-то другом. То есть он очень-очень быстро бегает, он очень хорошо играет в пинг-понг. Ну, и, в общем, он мыслит нетрадиционно для обычного нормального человека. И когда была война, я вот просто вчера о чем рассуждала, когда была американо-вьетнамская, он попал как раз-таки по призыву, и когда отряд их попал в засаду, а был очень красивый такой атлетически сложенный капитан, и, ну, многие погибли кого-то, и он очень многих людей спас, там, 5 или 6 человек спас, то есть он очень хорошо бегал, был сильный, многих ранил, и он многих вынес с поля боя, в том числе и вот этого капитана, который кричал, не надо, оставь меня здесь на поле боя, но он его, тем не менее, спас, и очнулся уже в госпитале, у него было ранение очень легкое, ну, практически там ничего не задето, а у капитана отрезали две ноги, и он стал инвалидом, и вот там сцена такая, когда капитан ночью нападает на Фореста, и что, зачем ты меня спас, ты меня должен был оставить там, я должен был остаться там, а сейчас вот что мне без ног вот делать, и понимаете, вот тут такое двоякое вот у меня тоже ощущение, для меня тоже так вот всегда это было страшно, потому что, ну, по сути дела, как бы, если там родные у тебя есть, хорошо, если никого нет, то ты никому не нужен, и вот выжить в этой ситуации очень сложно без помощи, ну, особенно там, не знаю, у нас в стране, вот, но тем не менее он спас, и самое, что удивительное, у капитана потом сложилась хорошо жизнь, они открыли свой бизнес, вот, казалось бы, с дурачком, а он всё время терзался сомнениями, что, ну, как же так, ну, ты вот, как бы, такой лишённый ума человек выжил, и всё у тебя нормально, там, лёгкое ранение, а я такой вот классный, и вот за что мне это, и он очень долго упивался, там, спивался, пока вот Том Хэнкс, Форест Гам, да, он не купил кораблик, и они стали добывать креветок, и они разбогатели, стали миллионерами, то есть вот этот вот капитан, он стал миллионером, хотя без, ну, то есть уже ограниченный в движении, вот, и вот, а зачем-то нам жизнь даёт, вот, понимаете, каждому вот жизнь даёт пройти какой-то этап, вот он всё терзался сомнениями, ну, это же несправедливо, ну, это же несправедливо, ну, как же так, ну, почему так, и жить не хотел, и всё, ну, потом вот преодолел всё это дело, вот, и, в общем, ну, вот эти фильмы, и сейчас тоже фильм «Полёт над Гудзоном», по-моему, так называется, когда вот посадил тоже Том Хэнкс самолёт, ну, это прям реальная история, она была на реку, причём река холодная, там, ну, во всяком случае, все выжили, там 155 человек было на борту, и они все выжили, то есть там дальше подоспела уже спасательная служба, в двигатели попали птицы, в два двигателя, и они отказали, и, то есть, этот человек спас 155 человек пассажиров, и потом его очень жёстко прессовали за это, вот представьте его сомнению, то есть, ему так сложно, это авиакатастрофа, он, можно сказать, всех спас благодаря своему умению, и как его потом прессовали в службе, обвиняя в том, что он виноват и должен был сажать, в общем, самолёт не на воду, ну, то есть, сколько вот этих событий разных в жизни у людей даётся, и, ну, видимо, даётся по силам, потому что, ну, человек, во всяком случае, всё это перенёс, ну, а у меня, собственно говоря, это всё, чем я хотела с вами поделиться, каждый день, разумеется, процедуры показывать не буду, завтра мама должна у меня приехать заселиться ко мне, сегодня я уже узнала, можно стоить это будет на 4 дня 14 тысяч, вот её сюда заселение, ко мне уже в номер, в общем, чему я очень рада, мне хочется, чтобы мама тоже походила на процедуры, её очень сложно куда-то вытащить, мне вот когда пишут, Лена, почему мама не взяла, как будто мама чемодан с ручкой, она всё время отпирается до последнего, не хочу, мне не надо, и я сама не знаю почему, потому что потом она приезжает, и ей уже всё нравится, говорит, а что я вот сидела и думала, в общем, изначально не хотела, сейчас передумала, ну а всем, как всегда, желаю добра, удачи и, как всегда, увидимся с вами вновь, пока-пока.